Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, встретилась со студентами Казанского федерального университета в онлайн-формате. В мероприятии также приняли участие преподаватели вуза и представители средств массовой информации. С приветственным словом на телевстрече выступил ректор университета Ленар Сафин. Время у нас непростое и мы должны находить вопросы, ответы на вопросы, точнее, которые ставят нам наши студенты. Поэтому уверен, что сегодня встреча даст ответы на многие вопросы. И не случайно в зале сегодня собрались и студенты, и политологи будущие, и журналисты, и специалисты в области международных отношений, юристы, педагоги. Поэтому думаю, что будет очень интересная встреча и беседа, и все участники ждут ее с нетерпением. Поэтому приветствуем вас и с вниманием слушаем. Подготовка к мероприятию началась уже давно. Согласование, даты, организация, трансляции и все ради полутора часов честного и открытого диалога. Организаторы подчеркивают, основная особенность встречи – возможность задать абсолютно любой вопрос. Цель встречи проходит в рамках проекта «Открытое общество». Мы его создавали в КФУ специально, для того, чтобы организовать прямой и честный диалог между студенчеством и представителем высших органов власти. И, собственно, конечно, безусловно, от студенчества тоже был запрос, потому что мы проводили небольшие фокус-группы. И героями этого проекта у нас становятся очень яркие и популярные личности. В ходе общения с Марией Захаровой студенты затрагивали широкий спектр тем. В зале прозвучали разные вопросы – от личных до политических. Участники встречи обсудили причины Карибского кризиса, холодную войну, диверсию на северных потоках, а также перспективы журналистики в нынешних условиях. С учетом того, как мир сейчас быстро меняется, с учетом того, что те же блогеры с удовольствием занимают нишу и особо никого не спрашивают. И в целом люди сейчас как-то, ну, по личным наблюдениям читают не так много, какое у нее, по-вашему, будущее. Я все-таки надеюсь, что оно у нее есть. Я хочу надеяться, что будущее журналистики есть. Потому что, как вы правильно сказали, конкуренция огромная и очень несправедливая. Невозможно конкурировать ответственному с безответственным. В краткосрочной перспективе выиграет обязательно безответственной. Потому что привлечет много внимания, шума наделает, материально как-то состоится. Тот, который пойдет проверять, будет ссылаться на нормы, этику и так далее, во многом проиграет на первых порах. Потом надо будет смотреть, что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я надеюсь, я искренне об этом хотела, потому что журналистика традиционная, важна, как воздух. Я надеюсь, что она будет. Какой она будет? Да традиционной, той, которая основана на законе и профессиональной этике. То есть ответственная, достоверная, объективная. Хотя все не в абсолюте, абсолютно не может быть. Но, по крайней мере, к этому стремящаяся. В завершение встречи вопрос студентам задала и Мария Захарова. Чем для них лично являются традиционные ценности, участникам мероприятия предстоит ответить письмом представителю МИД России. Полную версию телевстречи в ближайшее время можно будет увидеть в социальных сетях, а также в эфире нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова